ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конечно, нам надо приглашение начинать, да? Да. Ну, это Книглар. 29? 29? Да, давай начну, что типа всем привет. Это до автострала. Мы приглашаем вас в 29-й мудар, ты там подключаешься дальше. Куртки. А, сейчас. Сейчас сгоняю. Так, я пока с камерой разберусь. Да господи, где она? Твою мать. Да ё-моё, Кайли, где она? Сейчас позвоню ей. Тут связь вообще есть? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, ты где? Подружку свою потерял. Это кто? Твою мать, ты где? Где ты, мать твою, что с тобой? Эй! Где? Эй, Том, Том, Том! Что делаешь? Ты что делаешь? Отпусти её! Стоять! Отпусти её! Отпусти её! Стоять! Что ты хочешь? Отпусти её! Что я хочу? Я её отпущу, отпущу. Отпусти? При одном условии. Каком ещё условии? Да не получит она ни хера, не слушай! Тихо, 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 тихо! Матч! Матч? Матч на Кубке Президента. Всё? Это всё что можно? Нет, мы твоё всё уничтожим. Да что вы говорите? Да не слушай ты её! Ай, ё! Это будет титульный матч! Титульный матч? Титульный матч тройной угрозы, Рамоны, да. Вы ведь команда, вы ведь подружки! Вы покажете мне, чего стоит ваша дружба! Нет! Нет! Не соглашайся! Стоит нам дорожечек золото, которое у меня есть. Золото ничего не значит! Да что это? Тогда ты, может быть, согласна? Нет! Ты согласна? Нет! Она не получит! Ничего! Это ничего не изменит! Это ничего не изменит! Отпусти её! Отпусти её! Соглашайся! Ты хочешь матч? Матч, ты хочешь матч? Я хочу! Давай, взяла! Окей! Будет матч за титул! Тройной угрозы! Отпусти её! Как? В порядке? Больная! Помоги мне! Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, мы продолжаем финальный матч культа Боли, Брута и Спайка Дайсмана. Этот матч жертвоприношения. Чтобы победить, нужно проломить жертвенный стол. Встречайте участников этого матча. Дамы и господа, леди и джентльмены, вас приветствует независимая федерация рессинга. Меня зовут Ян Игнатов, рядом со мной Женя Коюшев. Это последний матч культа Боли и я не могу поверить своим глазам, на каких условиях сошлись эти четверо для того, чтобы завершить эту абсолютно адскую эпопею, за которой мы следили пристально почти последний год. Все достаточно закономерно, дорогой мой Янчик. Все-таки Культ Боли, Спайк Дайсман, Брут, это все те люди, которые очень тесно... Люди, ну это я махнул, конечно. Первый участник первой команды, встречайте, Брут. Это те ребята, которые завязаны на религии. И все складывается достаточно логично. Для того, чтобы победить, должна быть принесена жертва. Жертва мертвым богам, я полагаю. И жертвенный стол как нельзя лучше под это подходит. Поэтому мы с вами сейчас будем наблюдать кровопролитнейшее противостояние. И наконец-то, наконец-то Культ Боли в лице Хелкинга и Юрия Чистякова сойдутся в очном матче 2 на 2 против Спайка Дайсмана и Брута. Мы давно это с вами не видели. И вот оно. Вот оно. Знаешь, этот матч пропитан ненавистью. Этот матч пропитан жестокостью. Это противостояние пропитано настоящей злобой, которая непостижима обычному человеку. Это не просто рестлеры, это не просто бойцы. Это нечто, что не поддается человеческому описанию. Если бы Говард Лавкрафт своими собственными глазами видел бы то, что мы сейчас увидим с вами, он бы не смог подобрать ни одну метафору или эпитет для того, чтобы описать тот ужас, который, возможно, некоторые из нас испытают. И мы бы с вами лицезрели вот этот стандартный мем за священником, если вы поняли, о чем я. Но на самом деле Брут у нас это, по сути, демон его человеком точно нельзя называть. Второй участник первой команды, прямиком из загробного мира, Спайк Дайсман. Я скажу тебе вот что по поводу Брута. Сам по себе Брут первоначально, когда мы его впервые увидели в НФР, он был необходимым злом, как он сам себя называл. Он был некоторым таким хранителем некоторого внутреннего закона по своим правилам. Но когда Спайк Дайсман превратил Брута в то, что мы видим сейчас, это превратилось в искаженного монстра, полностью подконтрольного, главному кукловоду Независимой Федерации Рестлинга. И у них одна задача – приносить не просто бой. Это не просто культ боли, они не называют себя культ боли, они просто несут страх, ненависть, жесть и ужас. Ну, никто же не просил Брута откапывать Дайсмана и воскрешать его из мертвых. И поэтому мы с вами видим то, что видим. С одной стороны у нас демон, а с другой стороны у нас восставший из мертвых. И это одна команда. И вот эта песня громогласно раздается на всю нашу арену, которая бесконечно продолжает радовать наших фанатов. Наши фанаты подпевают эту песню, наши фанаты показывают стандартный жест, подтверждающий, что они причастны к религии культа боли. И они выносят тот самый жертвенный стол, который мы можем видеть с вами в Рингсайде. Я хочу напомнить, что стоп-матч начинается раньше. Брут влетает ботинком прямо по лицу Юрия Чистякова. Куанг Дан. Куанг Дан. Куанг Дан. И заявили о том, что они хотят закончить эту историю раз и навсегда. Именно Спайк Дайсман поставил условие с Брутом то, что это матч жертвоприношения. И жертвенный стол вынес с культ боли. Это очень символично, как мне кажется. Я с тобой полностью согласен. Это действительно символично. И матч у нас начался преждевременно. И пока что мы с вами видим полный хаос и беспорядок. То, что происходит даже не на ринге. Это происходит в Рингсайде. Юрий Чистяков сейчас схлестнулся с Брутом. А Спайк Дайсман делает практически все, что хочет с Хелкингом. Но, видимо, ненадолго культ боли сейчас, следуя одной религии, пытаются вдвоем, вместе действовать как команда. Ты посмотри! Пауэр-бомбой отправляет Хелкинга. И он сносит двоих одновременно. Я посмотрел. Я посмотрел. И я в восторге от того, что я вижу, насколько культ боли слаженная команда. Насколько они доверяют друг другу. Потому что на то воля божья. Вот мне так и хочется сказать. Ну что же, Юрий Чистяков у нас забрасывает Спайка Дайсман на пределы ринга. Сейчас они с Хелкингом будут творить бесчинство. Бэк-суплекс усиленный элбоу-дропом с третьего каната. Знаешь, я очень рад то, что реферем этого матча является Сергей Королев. Потому что, мне кажется, любой другой арбитр не смог бы грамотно посудить этот матч. А у нас есть сам рефер, рефер оффдеф, который судил большое количество кровавых и жестоких боев. И только он сможет взвешенно, скажем так, оркестрировать происходящее и вынести финальное решение. Какой интересный блокнот ты подобрал оркестрировать. Такое ощущение, знаешь, как будто бы Сергей Королев является дирижером этого матча. Это, конечно, утрировано. Да, не совсем так. И вот уже первые попытки принесения в жертву. Спайк Дайсман. Хелкинг, куда ж ты, дорогой? Он ведь натыкается прямо на выставленный стул Брута. И этот же стул прилетает прямо в голову Юрию Чистякову. Брут, можно сказать, спасает Спайка Дайсмана сейчас от принесения в жертву. А ведь, кстати, если подумать, а может ли мертвый, который восстал, ну, тот, кто восстал из мертвых, умереть снова? Я думаю, то, что культ боли стремятся именно к этому. Это их ультимативная задача. Окончательно? Это что такое? Это что такое? Какая-какая-то несогласованность. Они как будто просто плюнули на друг друга и решили заниматься тем, что они хотят. Запускают они сейчас культ боли. Но культ боли в контратаке отвечает. Слаженной командной работой Спайк Дайсман и Брут неудел. И я хочу тебе сказать, это то, что отличает эти две команды друг от друга. Хелкин и Юрий Чистяков связаны болью, поскольку мы помним их противостояние, их кровавые бои. И они нашли в себе, скажем так, равную. Легенда, смотри, легенда появилась на ринге, находится сейчас прямо в его центре. Это легендарная табуретка. Неубиваемая табуретка Юрия Чистякова. Неужели? Бэкбрекер от спину Дайсману и Фейс Крашер апта эту самую табуретку. Литл Комбинейшн, по-моему, табу. Очень похоже. Но не суть. Между тем, дорогие зрители, хочу напомнить вам. Если вы хотите видеть эти бои раньше всех и получить коллекцию ко всей истории независимого федерации рестлинга в любое время, в любом месте, оформите подписку на Бусти или на ВК Донатс для того, чтобы видеть выпускы удара раньше всех и иметь то, чтобы ко всем крупным событиям. Очередной командный прием нам сейчас демонстрируют в футболе прямо на бруте разбитое хозяйство. Удар цепью между тем прилетает прямо в загривок Юрия Чистякова. Но Дайсман пропускает локоть от Хелкинга, несмотря на свои габариты. Его локти абсолютно жесткие, пробивающие шею. Он практически на свой... не проходит спиннинг фист вместо этого. Он разодоривает его, как будто... Дайсман, удар! Все-таки Хелкинг попался на удар. Он два раза парировал, два раза уворачивался он от этой злополучной цепи, но третий раз стал для него роковым. И у Хелкинга сейчас совсем незавидное положение спайнбастер. Он получает от спайка Дайсмана. К сожалению, Юрий Чистяков пока что ничем не может помочь своему командному партнеру, так как он находится в ауте за пределами ринга. И Хелкингу нужно что-то прину. Гарпун от Брута! Смотря Дайсман, как будто бы недоволен. Он недоволен, парадоксально, но он недоволен, потому что он сам хотел ему втащить. Что он хочет сделать с этой... Табуретка-то тебе что сделала? Судя по всему, в свое время Брут сильно настрадался от этой самой табуретки. И... Да что ж такое-то? Что-то я, честно говоря, не особо понимаю, дорогие друзья. Что у нас с вами происходит на ринге почему-то... Абсолютный раздрайв. Раздрайвие, да. А тем временем Хелкинг этим пользуется. Оппоненты ошибаются. Но дабл-метеора не проходит. Это смерть! Это не жертвоприношение. Это все, это... Я надеюсь, с Хелкингом все в порядке. Но мертвый ворон сейчас воспарит над нашим рингом. И дабл-дроп-киком он сбивает Брута и Спайка Дайсмана. В очень незавидном положении сейчас оказывается юга частиков. Ему придется какое-то время работать одному против боих. Лэк-дроп гильотина по Бруту, но Дайсман прикрывает Брута своим мощным киком. Стоп, что он делает? Такое ощущение, как будто... Это приказ. Подожди, что он планирует сделать? Я не понимаю. Грут готовится... Это самый жертвенный стол. С колючей проволокой вынести на ринг. Да уж, Грут, судя по всему, немного силы перестарался. У этого стола, у которого изначально были ножки, они сейчас уже не с этим столом. Но от этого положения Гута Боли не становится лучше, потому что Хелкинг до сих пор не может прийти в себя. Мне кажется, отсутствие ножек абсолютно не проблема. Вот это сообразительность! Вот знаешь, они, скажем так, их креативность проявляется в самых неординарных методах показать жестокость. Использовать окружающие предметы для того, для чего они не предназначены. А у Юры Чистякова сейчас очень-очень незавидно. Большие проблемы. Очень большие проблемы, да, но... Хелкинг! Я вижу, я вижу шевеление за рингом от Хелкинга! И он прямо по бедру влетает в железный стул Хелкинг. Отвлекает Дайсмана. Выкидывает его за пределы ринга. Дайсман повисает на канатах и падает. Ну да, этот стол невозможно сломать, если находишься за пределами ринга. Метеора! Два колена прямо по лицу. И у Хульта Боли сейчас все шансы для того, чтобы закончить этот матч в свою пользу, отправив этого демона. Я не знаю, на тот свет, честно говоря, не поворачивается, слово сказать. Но в... В какую-то долину полных страданий! И стол ломается! Это все! Позови меня с собой! И все! Победители этого матча – команда Культ Боли. Они показали скоординированность, они показали то, что их связь сильнее. Они довели это бесконечное противостояние до финальной точки. Это было жестоко, это было принципиально, это было нечто. И это только первый матч сегодняшнего вечера. И этой самой жертвой становится Брут. Не уверен, что мы его с вами еще увидим в стенах независимой федерации рестлинга. Посмотрим, потому что мы с вами говорим о Бруте и Дайсмане, а там события могут разворачиваться самым неожиданным мистическим образом, что зачастую находится за гранью понимания обычного человека. Здесь нечто большее, нечто высшее, неведомое для нас. Единственное, что мы ведаем прямо сейчас, то, что Дайсман вернулся на ринг. Он вернулся на ринг для... Я думаю, что Бруто сейчас не поздоровится. У меня тоже очень большие сомнения, что Дайсман взял эту цепь для того, чтобы ей Бруто просто погладить. Публика требует, чтобы Дайсман добивал Бруто, но, судя по всему, Спайк Дайсман просто уходит. С нашей арены. Следующий матч — матч трех углов на выбывание. Встречайте участников этого матча. Леди и джентльмены, я две недели назад сделал предсказание о том, что после одного боя конфликт между этими тремя не закончится. И мне кажется, что матч в формате на выбывание — это реальная возможность определить, кто является последним и самым главным чемпионом в этой борьбе за звание лучшего дебютанта 2023 года. Не, ну давай пофантазируем. Из города Луганск. Принц правосудия. Присяжный Александр. Первым на этот бой как раз походит человек, который две недели назад одержал победу в первом трехстороннем матче. Но давай пофантазируем. Допустим, предположим, что присяжный Александр не одержит победу в этом матче. К примеру. И неважно, кто это будет из оставшихся парней. Ты думаешь, на этом все закончится? Нет, ни в коем райзе. Я убежден в этом на сто процентов. На этом их история не закончится. Судя по всему, они будут биться до посинения. Там, знаешь, там вот, допустим, одно очко сейчас у присяжного, по нулю у Фирсова и Бойкова. Значит, 2044 год, 533 очка у присяжного, 447 у Бойкова и там 501 очко у Фирсова. Знаешь, мне кажется, это перекручивает. Это противостояние на всю вечность. Ну, посмотрим, посмотрим. Я уверен, что я повторю мысль, которую я сказал несколько выпусков назад. И, конечно, тот, кто выйдет победителем из этого противостояния, для него это будет серьезный толчок вперед к более высоким достижениям. Давайте смотреть. Что происходит? Что происходит? У нас какое-то вмешательство. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фирсов и Бойков что-то не поделили. Не поделили они. Матч начинается даже без гонга пока что-то. А матч не начался. Они не поднялись все на ринг. Префери не принял решение о том, что бой начал. Согласен, гонга не было. Пока что все, что мы с вами видели, это суисайд-дайв. Присяжного Александра сразу же на двоих, Рыбакова и Фирсова. Ой, Бойкова. Прошу прощения. Заговаривать немного. Двойные чопы от этих... Знаешь, кстати, чем прельщает этот матч? Этот матч прельщает тем, что здесь ни на секунду не будет никаких союзов. Ни на секунду. Они исключительно... Каждый сам за себя. Каждый исключительно свою честь отстаивает и свое право находиться здесь. Ну, а пока Данила Дмитриев разводит руками, смотря на беспорядок и хаос, который у нас здесь творится. Святослав Фирсов веселится на полную катушку. Обнимает своих братков из новой крови. И... Который его за это, мягко говоря, не поблаг... Вы меня слушаете, что ли? Я не понимаю. Я только сказал, что не будет никаких союзов на тебе. Что это такое? Ну, вполне себе закономерные предсказуемы. А мне кажется, бой можно вполне себе начинать. Кстати, не знаю, можно ли начать бой, если это неполный состав участников. Но наш рефери решает, что это сделать можно. И на ринге у нас сейчас Акамир Бойков и присяжный Александр. Сходятся они в клинче прямо в центре нашего ринга. И у нас противостояние силы, в котором пока что непонятно, кто побеждает. Потому что каждый оказывается в углу. Так. Армдраг от присяжного. И дропкик. Ну все, теперь становится немного понятнее, что присяжный Александр, казалось бы, прибирает инициативу к своим рукам. Сразу же ты посмотри. А он тоже умеет делать дропкики. Он тоже умеет летать. Ох. Да тут все умеют делать дропкики. Святослав Фирсов. Такое ощущение, как будто кто-то с Югов приехал. Влетает сразу же в этот ринг и решает работать сразу же один против двоих. И для него боком уже это вышло. И в начале... Даже не в начале этого матча, а в начале их... Двойной шолдерблок между тем. Он доминирует в этом матче, не снимая гавайской рубашки. Ну это, кстати, это даже не выражение. Так, напоминаю, что у нас с вами этот бой на выбывание. То есть одним удержанием или сдачей по-болевому этот матч точно закончиться не сможет. Пытается Фирсов сейчас зафиксировать ногу Бойкова в болевом. Какой хлесткий инсекин сейчас от Бойкова. Спиннинг, бэккик, ничего себе. Гатрейдж. Какая мощь и сила у Бойкова. Реально гладиатор современности. Гладиатор современности, да, безусловно. Роли немножечко изменились. Сейчас Акамир Бойков раз на раз сходится со Святославом Фильстром, который такое ощущение, как будто бы даже не собирался парировать его атаку. С первого раза, чем усопил бдительность Бойкова. И со второго он уже... Так. Обмен очень жесткими ударами. Мне страшно представить, что если бы кто-нибудь из них попался бы на этот удар. Но посмотри, как он блокирует его удар. И выходит на русский бросок прямо лицом и всем корпусом. Прилетает Акамир Бойков. Продолжает у нас Святослав Фильстров забивать Акамира Бойкова. Тем временем присяжный Александр-то потихонечку приходит в себя. И стороним он уж точно не останется. Яй-яй, больно в ноге сейчас Святославу Фильстрову. Да, это была очень досадная ошибка. Все-таки не стоит забывать о том, что и Акамир Бойков, и Святослав Фильстров являются очень высокими оппонентами. И для высоких атлетов травма ноги это очень и очень опасно. Для кого угодно травма ноги это плохо, ты ходить не можешь банально. Это правда, но просто именно с самыми высокими оппонентами очень часто атакуют именно ноги, чтобы сместить центр тяжести и создать большее количество дискомфорта. Да, и мы с вами не один раз такое видели. Пока что у нас присяжный делает с Фильстрову абсолютно все, что ему в голову прийдет. Так, он берет разбег очередной от канатов, но Фильстров на неожиданности встречает его к онлайнам и... Я бы даже сказал, что это Лерриет, учитывая то, что он почти пришелся в район шеи. Прям снес с ног только в путь. Согласен, возможно я чего-то не удосу. Ничего себе, горило пресс! Святослав Фирсов уже на фанатах успевает там отречься, выкидывает он присяжного Александра за пределы ринга. И он уже видит, как Акамир Бойков готовится зайти в ринг для того, чтобы смахнуться с ним. Святослав Фирсов по большому счету меня удивляет, если честно. Как человек, как рестлер, это уж точно. Он самая неоднозначная фигура независимой Федерации рестлинга прямо сейчас. Мягко сказано. Потому что у него очень странный подход к уважению, очень странный подход к тому, как вести себя с фанатами. То есть для него уважение это максимально на ринге выложиться против оппонента. Хороший сейчас гарпун влетает от Акамира Бойкова прямо по Фирсову. Но атака долго не продолжается, потому что Фирсов берет в захват руку и начинает награждать Бойкова чопами. Они душат друг друга, посмотри, они вцепились в шею друг друга, и никто из них не готов отпускать. И только Свято Фирсов еле-еле удается оттолкнуть Акамира Бойкова куда побольше противоположного угла ринга. Так, Фирсов берет в разбегу клоузлайн в угол, и тот же присяжный напоминает двум своим оппонентам, что я тоже здесь, я тоже хочу. Так, попытка сбить клоузлайном, лариатом даже точнее говоря, Святослава Фирсова. Но в который раз мы уже замечаем, что Фирсов такие вещи не берут, и Фирсов начинает свой бенефис клоузлайн одному, клоузлайн другому. Но продолжается он недолго. Да, продолжился действительно недолго. Суперкик от присяжного Александра и пикбота от Бойкова. И еще один суперкик от Бесяжного. Просто представь себе, как сейчас чувствует себя челюсть Святофирсова. Никому такого не пожелает. Ну и спина, и вообще тело в принципе. Че уж там говорить. Ой, двойной суперкик. Все, слуховой аппарат покупайте Фирсову. Заканчиваем. Выйдем. А, точно. Матч на выбывание. Блин. Ну разумеется, могут быть союзы. Че-то я это сильно в себя поверил. Ой, 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 ой. Это удержание. Это один. Это два. И это три. Святослав Фирсов выбывает из этого матча. Какой штопорный мякоть. Святослав Фирсов выбыл из матча. А ведь ты понимаешь, что им пришлось работать вдвоем для того, чтобы просто вынести его? А, работать вдвоем. Они просто в конце пару приемов совместных провели. И этого хватило для Святослава Фирсова. И пока очевидно лишь то, что Святослав Фирсов очень сильно отстает от своих коллег. По цеху. Это означает то, что, возможно, у присяжного есть возможность выйти со счетом 2-0, грубо говоря. 2-0-0, да. Бэк-суплекс был сейчас только что от присяжного Александра. И прямо в центре иника сейчас лежит Акамир Бойков. И сейчас присяжный. Я догадываюсь, что он будет делать этот пацан. Он хотел сделать Мунцолт, но получился у него в итоге Сентон. И я думаю, даже Акамир не ожидал такого, чего ему пришлось намного больнее. И неожиданнее Бойсаку кик мимо. При этом он еще и на кое умудрился влететь в подушку ринга. Тем самым еще сильнее усугубив. Возможно, свое положение. И мы видели этот суплекс раньше. Один, два, три. И это все. Вау. Ничего себе. Победитель этого матча Акамир Бойков. Акамир Бойков был очень близок к тому, чтобы завершить предыдущие противостояния именно с помощью этого броска. Поскольку это бросок с моментальным переходом удержания. Он не потерял ни единой секунды времени. И поэтому он смог завоевать эту победу. И как истинный гладиатор на арене Колизей под названием Ринг Независимой Федерации Рестлинга, он устранил каждого своего оппонента и остался последним стоящим на ногах в этом матче. Победитель, победитель. Реально гладиатор. Молодец мужчина. Причем он удержал и святофирстов, и присяжного. Да. Это очень даже достойно уважения. Прям вообще молодец. И таким образом у нас получается одна победа у присяжного Александра. Одна победа у Акамира Бойкова. Святослав Гистов, к сожалению, пока победой похвастаться не может. Но, как мы сказали в самом начале, то ли еще будет. Полностью с тобой согласен. Дальше будет только интересней, и мы переходим к следующему матчу. Мы с вами двигаемся к следующему матчу. И судя по этой музыкальной композиции, сейчас мы с вами на нашей арене увидим никого иного, кроме как... Я боюсь, я не хочу воровать работу у нашего анонсера. Момент. Момент. Момент, и... Следующий матч будет боем один на один. Встречайте первый участник этого матча из города Москва. Антон Юдин. Ну давай про крестоносцев. Про крестоносцев? Да. Развалились, в общем-то, и даже добавить нечего. Антон Юдин одержал победу в матче против... Майка Ноблок. Ну да, я помню, вмешался в этот... Ну как вмешался, появился в Ринксайде во время этого матча Дайан Санчес. И именно этот матч, кстати говоря, нам показал, что все-таки каждый из бывшей группировки крестоносцы хочет стать самостоятельной боевой единицей. И личностью никаких подачек там не надо. Они хотят сами быть вершителями своих судеб. И оппонент, ничего себе бывший легковесный чемпион независимой федерации рестлинга, появляется здесь, на этом ринге. Про Артема Власова можно сказать, что это бывший легковесный чемпион независимой федерации рестлинга. Так что у Антона Юдина, каким бы самоотверженным и неординарным рессером он ни был, Артем Власов для него уж точно легким оппонентом не станет. Ну а что, дамы и господа, я надеюсь, мы с вами будем сейчас лицезреть фантастическое зрелище на нашем ринге. По крайней мере, музыку можно точно послушать. Музыка вообще просто... Я не могу. Как она мне нравится. Стоит напомнить то, что у Антона Юдина тоже есть легковесное чемпионство за плечами. И мне кажется то, что сейчас для этих двоих возможность показать себя более чем есть. Все-таки как-никак... Ничего ли я напоминать о том, что произошло две недели назад во время матча за легковесное чемпионство между Сверопоевым и Казахстаном? Честно говоря, нет, я не хочу больше возвращаться к этому моменту, потому что это... Тебе тоже больно? Это самая досадная страница в истории независимых пиратов Сверопоевым и Казахстаном лично для меня. За все пять лет, что я нахожусь здесь в НФР, я не хочу вспомнить. Ну не хочешь? Давай, смотри, у нас уже в локапе сходятся бойцы в центре ринга конкурса. Был дан и... Я хотел подвести к самому главному. Я надеюсь, что кто-нибудь из них станет первым претендентом и поборется с Егором Зверобоем Степановым, поскорее заберет у него этот титул. Ну а как знать, вполне возможно, что победа в этом матче приблизит одного из этих бойцов к легковесному золоту, по крайней мере, к возможности претендовать на этот титул. Для каждого из них это будет возможность стать двукратным легковесным чемпионом, а для Антона Юдина, плюс ко всему, это возможность открыть новую страницу в своей жизни и включить жизнью крестоносцев, скорее всего. Дропкик не проходит, Юдин переиграл его, просто в моменте прочитав, как открытую книжку. Разгон, нет, реверс тоже нам покажут прямо сейчас один из этих бойцов, а все-таки дропкик проходит. Ну вот Юдин сам попался на дропкик. Ой, точнее говоря, да, второй раз, что-то у меня уже джоу-брейкер. Моментальная попытка сворачивания, если говоря, такое крайне редко можно увидеть в рессинге. Я скажу больше, на самом деле Антон Юдин умеет удивлять, потому что, несмотря на то, что многие его знают как бойца в хардкорных матчах, он показывает иногда неординарную тему, абсолютно. Ну это само собой, но давайте не будем забывать, что Артем Власов тоже не лох за парад. И Артем Власов, вот он! Какой падающий локоть на подвешенного оппонента! А вот как может Артем Власов удивлять, показывать свою изобретательность на этом ринге, как он воспользовался ситуацией, моего почтения на самом деле. И это первый серьезный удар для Антона Юдина в этом матче. Артема Власова сейчас все карты на руках для того, чтобы делать своим оппонентам буквально все, что ему захочется. Да, ни в коем случае, если вдруг вы по какой-то причине сойдетесь в матч с Артемом Власовым один на один, нельзя давать ему преимущество, потому что он высадит в вас весь свой арсенал. У него и богатая ударная техника, и умение проводить болевые приемы, и что угодно. В общем, да, лицо будет болеть этим временем Артем Власов на втором канате. Обратный локоть прямо по сидящему Юдину. Недержание сразу же. Была попытка. Была. Только лишь два счета пока что. Антон Юдин еще в сознании, он еще способен продолжать этот матч. Его очень рано списывать со счетов. Он рестлер, который может вынести огромное количество увечий и иногда даже выйти из боя победить. А никто и не списывает его со счетов. Сейчас какую комбинацию киков у нас и панчи выдает Артем Власов. Безиской лестки. Мимо. Не проходит. Прочитал в очередной раз его Антон Юдин. Но ему необходимо наращивать инициативу, перехватывать. Да, да, да. Вопрос в том, сможет ли Антон Юдин эту оплошность со стороны Артема Власова обратить в свою пользу. Да, он дает, дает Власову атаковать первым. Тем самым успешно блокирует его две атаки. И... Так, получится ли Антон Юдин запустить Власова в канат? Получилось, но очень тяжело сейчас у нас бежал Артем Власов. Судя по всему, он так и планировал. И какой локоть в спину! Мне кажется, от такого удара Локсина может выйти по звону. Может. Так. А помнишь то, что Антон Юдин провел удар по руке? Он продолжает ее обрабатывать вот этим захватом. И он начинает использовать третий... Какая грязная работа! Она... Я не могу с тобой поспорить на этот счет удержания. Один, два... Всего лишь оба. Нет. Пока что, да, пока что мало, Ивласова. Антон Юдин. Спрингборд от второго каната. Локдроп. Никого дома. Артем Власов успешно уходит из-под линии атаки Антона. Ивласов разгоняет его в канат. Клоузлайн промок спрингборда второго каната! Какой? Это же, подожди, это же... Это же... Это же пензинское лезвие с... с отталкиванием второго каната. Да, очень на то похоже. Но очень тяжело Артему Власову дался этот прием, потому что именно на эту руку Антон Юдин уже успел поработать. И, можно сказать, больной рукой Артем Власов наносил... Наносил этот удар. Он вперед, разбил! Причтой один удар локтем! Каждая атака травмированной рукой тебя дискоординирует абсолютно, но, тем не менее... Канат. Канат. Сразу, сходу, не рисковать. О, Господи. Вообще... Абсолютно забивают его рефери. Абсолютно не щадит Артем Власов своего оппонента. Снова пытается удержать, но сдается мне просто локтями, киками, панчами Антона Юдина удержать не получится. Нужно что-то посерьезнее. Ооо, режущий панч. Суперки! Суперки! Отвечает Антон Юдин. И оба в ауте. Оба в ауте. Никто не может подняться. Рефери уже ведет отсчет. Если до десятого счета, они оба не поднимутся. Матч просто будет остановлен. Нет, они знают, что на кону. На кону возможность двигаться дальше, развивать свою карьеру и получить заветные рейтинговые очки, которые влияют на возможность получить первое претендентство. Рейтинговые очки? Фига себе. Ну... А есть табличка? Я думаю, что ее вам никто не покажет. Да, у руководства она только есть, да? А нам простым... Ой, локоть. Антона Юдина уже очень сильно повело. Но он еще в сознании, он еще способен продолжать это. Ой, отвечает в локте. Боже, какой жесткий размен мы тут с вами наблюдали. Видно, как это классно. С каждым разом все тяжелее и тяжелее проводить свои удары. А посмотри, в какой он позиции прямо сейчас. Конечно. Все, пришло, пора набирать номер. Это 4, 9, 5 проходит. Дозвонились. Дозвонились. Антон Юдин. Удержание. Раз, два. И Артем Власов вырывается из этого удержания. Хотя, казалось бы, это было чертовски близко. Чертовски близко. Нет, 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 нет. Посмотри, это выход на армбар. На уже травмированную руку. Канат очень близко. Но дотянется ли он? Близко, близко, близко. Не сдавайся. У тебя еще есть возможность дотягиваться ногой. Может, может, может. Дотянулся. Дотянулся. Надо разрывать это удержание срочно. Антон Юдин недоумевает, как же так могло произойти. Нет, ну на самом деле все закономерно. Обычно бойцы стараются зафиксировать руку прямо в центре ринга для того, чтобы... Ой-ой-ой. А, не видел? Рефери не видел. Рефери этого не видел. И Юрдина... Лучших традиций Рика Флэра, я считаю. И Юрдин пользуется ситуацией с Вентон Бомбс третьего каната. Раз, два. И это три. Победитель этого матча Антон Юдин. Все, что я могу сказать, это то, что хочется Антона Юдина поздравить в первую очередь с такой победой. Я думаю, она для него очень многое даст. Все-таки Артем Бласов очень серьезный оппонент, и Антон Юдин смог его пройти. Не без хитростей, и не без отвлечения, рефери. Но это шаг вперед. Это однозначно шаг вперед. Я удивлен в том, что никто из бывших крестоносцев не вмешался в этот матч. Но тем не менее. Сильная победа. Движемся дальше. Дальше будет только интерес. Дамы и господа, следующий матч будет боем 2 на 2 за командное чемпионство независимой федерации рестлинга. Что ж, и вот мы и подошли к главному матчу сегодняшнего вечера. Кто ради чего вы здесь однозначно? Ага. Ну давайте, значит, мы об этом матче с вами узнали буквально на прошлой неделе, когда Ронни Кримсон с Вертига вышли на ринг и потребовали свой законный матч-реванш за командное чемпионство независимой федерации рестлинга. И вот, спустя неделю мы с вами здесь, и мы с вами видим, что это прямо сейчас и будет происходить на ваших глазах. Принц неоновых подземелий! Прошу любить и не жаловаться. Однозначно так. Абсолютно заслуженный реванш. Мы видели на весеннем адреналине в первом бою того вечера по-моему легендарный командный матч. Это было супер круто. Несмотря на то, что я был просто в зрителях, я просто не мог найти себе места от того, как инициативу перехватывали обе команды одна за другой. А я не мог найти себе место, потому что я не мог понять, где они столько муки берут! Откуда? Откуда столько муки? Они что, магазин ограбили? Они к войне готовят? Что? Что происходит? Откуда? Давай не забывать о том, что у этого матча есть одно особое условие. Потому что генеральный менеджер независимой федерации рестлинга сказал то, что если во время матча он увидит гражданную работу, это будет моментальная дисквалификация. Ты помнишь о том? Да. Так что это несколько, казалось бы, связывает руки Рони Кримсон и Вертига. В некоторой мере. В общем-то, да. Но давайте не будем забывать, что Рони Кримсон и Вертига это все-таки два профессионала своего дела. Мы прекрасно знаем, и Антон Дерябин верно подметил, что они могут сражаться своей собственной силой, не прибегая ни к каким хитростям. Они просто могут. Ветераны с невероятным опытом и превосходной физической форме. Ну, по крайней мере, комфортной для них, с помощью которой они могут выигрывать матчи. Рони Кримсон на данный момент северный чемпион НСВ, чемпион Москвы. И раньше мы часто объявляли его как абсолютного командного чемпиона России по рестлингу, но, к сожалению, не так давно Рони Кримсон лишился этого звания. Но свой след в истории он оставил как первый в своем роде. А ведь давай еще заметим одну вещь. То, что перед тем матчем, который прошел на весеннем адреналине, Рони Кримсон успел плавать в Санкт-Петербург и провести еще матч удано. Его титульная защита командных чемпионств была каким нанечем за два дня? Разве? Ну, предположим. Потом он защищал Северный, а потом еще его ультиматуме вышел. Ну, ладно. Опустим историю. На ваших глазах и в ваших ушах звучит музыка степных ястребов действующих командных чемпионов независимой федерации рестлинга. Вот они. Вот они. Орлы. Ястребы. Если вы пропустили шоу, которое проходило две недели назад, я все-таки несколько дам контекст. Хадахан отставил легковесно чемпионство против Егора Степанова Зверобоя. Тот матч вмешалась охота. И они жестоким образом избили и Хадахана, и Шамиля. Я понимаю, что это было две недели назад, но я надеюсь, что то вмешательство никак не повлияло на ту форму, в которой сейчас находятся два этих бойца. Я надеюсь, что они успели восстановиться, то, что они полностью сфокусированы на защите титулов, и этот матч пройдет для них благополучно. Ну, посмотрим, поглядим всю судьбу этих титулов. Встречайте, первый участник первой команды, цифровой мессия из киберпространства Вертиго. Второй участник первой команды из города Ярославль, чемпион Москвы, северный чемпион НСВ Ронни Кримсон. И их оппоненты, командные чемпионы независимой федерации рестлинга Степные Ястребы. Которые сразу же получают над Кримсон и Вертиго. Это было до конка Фелкан Эру получает Шамиль. Вертиго уже на третьем канате. Фрок сплэш. Они обузеры правил, что они делают. Во время матча нельзя использовать грязные техники, секретные техники, если угодно. Нельзя. А до матча никто ничего не говорил. Хорошо, я готов дать им должное. Это было очень умно. Посмотрим, поможет ли им это. Потому что, несмотря на это, Шамиль пока что держится, но не очень долго. Серия из... И одноногий кокбрейкер Мафия Кик. Да еще и дроп Кикам они добавляют. И вот пытаются, пытаются как можно быстрее урвать себе победу Вертиго и Ронни Кримсон. Но, к сожалению, пока... Пока что им это не удается. Шамиль чувствует себя просто превосходно и держится... Держится прям молодцом. Ай, Ронни Кримсон. Ай, Ронни Кримсон! Посмотри, это стретч-мафлер модифицированный. Еще есть возможность победить с помощью удержания, поскольку лопатки Шамиля могут оказаться на канатах в этот момент. Еще и Вертиго добавляет даблс. На канвасе. На канвасе, прошу прощения. Тоже заговариваюсь, бывает. Да нормально, господи. Всем идем из греха здесь. Ронни Кримсон с Вертиго знатно прибрали инициативу к своим рукам. И Ронни Кримсон сменяется сейчас на Вертиго. И Вертиго со словами все по правилам, все по правилам. Ну, в принципе, у вас-то и выбора другого нет. Вам придется сейчас действовать по правилам. И Вертиго сплэш в угол по Шамилю. Атомик дроп. И, возможно, сейчас это закончится фронтфейсбастером от Вертиго с подъемом. Один, два. Шамиль вырывается. Ух. У меня захватывает дух от этого матча. Абсолютно. Несмотря на то, что Дайн, не всегда чисто и не всегда... У тебя захватывает... Прошу прощения. У тебя захватывает дух от того, как Шамиль выхватывает от Ронни Кримсон и Вертиго? Ну, потому что это мейн-эвент. Это две сильные команды. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, уважаемые коллеги. Ладно, я запомнил. Я запомнил. Один, два. Шире, что ли? Да, пока что два счета. Ронни Кримсон с Вертиго действуют по стандартной командной тактике быстро сменяются, не успевают толком устать на ринге и делаются своим оппонентом буквально все, что угодно. Хадахан не выдерживает. Все. Вертиго шел отсюда. Хадахан и он спасает своего командного партнера Шамиля. Оттаскивает, подтаскивает его поближе в угол для того, чтобы забрать у него тег и он это успешно делает. Рефери видел. Все. Хадахан легальный. Гатрэй суплекс. Добрый вечер, Ронни Кримсон. Будет ли еще один? Он ни в коем случае не его не отпускает. Конечно же будет. Добрый вечер второй раз. Что, будет ли третий? Будет ли третий? Третий это Доброй ночи уже. А, нет, нет, нет. Посмотри, Ронни Кримсон. Ронни Кримсон схватился за ногу Хадахана. Он успел ее немножечко поломать и Хадахан не смог просто... А что он сейчас делает? Он его кусал за руку прямо сейчас. Я прошу прощения. Как бы в рамках права. А вот и Хада и он кусает его за пальцы. На что Ронни Кримсон вынужден ответить пучком в глаза? Да, больно же все-таки. Ронни Кримсон сменяется на вертик. Вертиго возмущается по ступку Хадахана, но... Блин, странно, странно, конечно, видеть такое, что, мол, вы... Ох ты, меченок и драйвер от Вертиго. Раз, два. Вот Вертиго с Ронни Кримсоном они олицетворение поговорки заметить соринку в чужом глазу, но бревно в своем не заметить. Да, я с тобой соглашусь, учитывая то, как часто они вдвоем общаются с рефери по поводу некоторой тонкости в правилах. Так, Вертиго разгоняет Хадахана в канаты. Китчин Сим получает сейчас Хадахан. Несладко ему приходится. Вертиго там еще находит время, чтобы поболтать с Шамилем. Возможно, это будет ошибка, потому что Хадахан может прийти как-то в себя. Гильотина Вертиго не проходит. Такой сублекс! Один, два, всего лишь до двума. Я бы даже сказал, что это драйвер скорее был. Как же сейчас зафиксировал ногу Вертиго Хадахан. Обалдеть, пошли монгольские чопы пошли. Сменяется Хадахан сейчас на Шамиля. А так Хроник Римсон спасает. Казалось бы, спасает, но нет, он попадается на небольшую ловочку и в итоге оба участника, оба претендента прямо сейчас оказываются в незавидном положении. Увидим ли мы в стерео Мунсоут? Идеально! Просто тайминги просто великолепные! Как они это делают? Господи! Я поражаюсь каждый раз их командной слаженностью. Это реально то, что казалось бы, нарабатывается годами, но это как будто бы у них в крови. Парни за одну идею. Оба сейчас лезут на рейдиканат, но Вертиго с Роник Римсоном катываются за пределы ринга. И скорее всего так. Хадахан. А я вас здесь останусь! Здравствуй, идей! С Энтоном накрывает он сейчас и Роник Римсона, и Вертиго. Это восторг. И это невероятно. Шамиль, 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 Шамиль! Он не хочет оставаться на ринге! Я хочу летать за пределы этого ринга! И накрывает он Вертиго после... после Рондата с Мунцолтом через третий канат. Вау! Это... Это то, на что готовы пойти наши рестлеры. Для того, чтобы отстоять свою честь, отстоять свои титулы. И как можно дольше держать в руках заветное золото командного дивизиона. Так, так, так. И сталкивают сейчас Кримсона с Вертиго Кадаканой Шамиль. И причем из-за разницы в возрасте, мне кажется, как будто бы Вертиго влетел прямо лбом в челюсть Ронни Кримсон или наоборот? В возрасте. В росте, прошу прощения. Да нормально, господи. Шамиль Крузбати накрывает Вертиго. Господи, как он зовет миссу троп-кик от Ронни Кримсона. Кадахан, тетива натянута и прилетает слинкшот Карпун прямо в Ронни Кримсона. Вертиго спринг под троп-кик с третьего каната. Такие темпы, за которыми абсолютно невозможно уследить. Какая красота. Главное событие воистину. Все бойцы сейчас находятся просто, просто, просто в вауте. Шамиль показывает чудеса, мастерства рук. И вот они сошлись прямо в центре ринга. Сейчас будет, сейчас будет просто пушистский размен на честных локтях. Обе, обе команды берут разбег. Стерео обоюдный клоузлайн. Мы клоузлайны. Клоузлайны целых два. Технически четыре. Ну да. А вот это вот вы зря отвлеклись. Обоюдный скулбой от Вертига и Ронни Кримсона. Но нет, вырывается у нас Хадахан и Шамиль. А, 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 ястребы взлетают и кладут, приземляют они на землю. С небес Ронни Кримсона и Вертига. Боже, да у них все карты, все, все, что угодно они могут делать сейчас. Такое ощущение с Ронни Кримсоном и Вертига, если, они сейчас не удивят и они проводят свои коронные приемы Б-12 и Степной Всадник. Но этого недостаточно, чтобы победить двух абсолютно легендарных рестлеров независимой Федерации Рестлеров. Недостаточно. Просто вау. Ничего себе, просто чудеса стойкости нам показывают. Сейчас Свердига Ронни Кримсон. Казалось бы, инициатива вообще еще была на их стороне, но они влетают мягким местом, так сказать, прямо на подушке. Узбивают Ронни Кримсон и Свердига прийти в себя и Тайбосу по стоящему березке из Хадахану и сейчас Шамилю тоже достанет Франкенштайнер! Господи, как же Шамилю сейчас нехорошо. Немецкий субликс по троне Кримсона. Как же, какие рестлерские качели мы с вами сейчас наблюдаем! Вунцок с третьего каната от Вертига Хадахан спасает! Спасает! 2.99! Хан спасает своего командного партнера! А между тем, посмотри, Вертига опять пытается отвлечь нашего рефери. Что в руках у Кримсона? Кримсона, титул! Титул! Хадахан уворачивается! Белий кик! Здорово! И причем Ронни Кримсон держал титул в руках, поэтому он получил титул сам после этого удара! Вертига! Удар по глазам, но Вертига говорит не по глазам, ну ладно, так, попытка! Дэдлифт Джерман Суплекс от Хадахана успешно проходит! И сейчас что? Возможно будет еще один Шамиль! Боузлайн с немецким Суплексом! Как же они комбинируют приемы! Усиливая друг друга, они наносят сокрушительный урон по Вертига! И Шамиль! Боже, 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 Шамиль! Саммерсол Планч от Хадахана на Ронни Кримсона! Шамиль! Суэнтон Боб шамарнул, так шамарнул! И раз! Один! Два! И он все равно вырывается! Что происходит? Как такое может быть? Где? Он нашел всю эту выдержку, но тем не менее... Знаю! Остепенитель! Коронный остепенитель! Он должен принести победу! Один! Два! Три счета победа! Победители этого матча и все еще командные чемпионы независимой федерации рестлинга стыбные ястребы! Это было просто огненно! Несмотря на то, что и Вертига, и Ронни Кримсон пытались таки, несмотря на все запреты, поманипулировать правилами, отвлекать рефери, все равно Шамиль и Хадахан остаются нынешними чемпионами в командном дивизионе. Тем не менее, Ронни Кримсон с Вертига за последнее время провели, пожалуй, свой самый честный матч, который они проводили на последних выпусках удара уж точно. Ну что же, поздравляем чемпионов с первой успешной защитой. Матча реванша больше уже не будет и быть не должно. Только не не только не это. Да елки-палки. Ну кто-то пришел прервать их победную разную. Стоп. Артем Влас прибегает на помощь Хадахану и Шамилю, но их трое, а этих четверо все равно отчет знаешь, но это все еще лучше, чем... Постой. Не может быть. Нет, не может быть. Нет! Да нет! Да как ты мог? Как ты гласил? Отсуждаю! Вот именно согласен! Я не могу поверить. А вот и пятый! А вот и пятый! Затесался в зеленой олимпиечке капа. Зачем ему все это? Я не знаю. Реально. Посмотри, что они делают. Они пытаются проткнуть ему рот с помощью металлического карабина. Это жесть! Публика требует нашего генерального менеджера для того, чтобы он урегулировал. Знаете, назвать это просто конфликтом, ну, вообще, честно говоря, не поворачивается язык. В очередной раз у нас охота творит совершенное бесчинство. Опа! Опа! Моретти! Гарри Свит! Они пришли несколько уравнять. Да какой там уравнять? Да хотя бы на немножечко. Но, по крайней мере, им удается прогнать охоту с ринга. Там единственное, они только Шамиля утащили. Хотя ненадолго. Ладно, прогоняют, прогоняют нас Моретти Свит. Хан и Шамиль всю охоту. Я лишь хочу надеяться, дамы и господа, что на сегодня охота окончена. А я могу сказать, что я рад, что нашлись рестлеры, которые готовы противостоять тому безумию, который пытается учинить Михаил Никитин здесь, на этом ринге. Я удивлен, что это Анжело Моретти и Гарри Свит в том числе. Это не в их стиле, но, видимо, что-то в них изменилось, и они готовы отстаивать честь независимой федерации рестлинга. Дома русского рестлинга, того места, которое священно, того места, где борцы борются за свою честь, а не превращает это все в цирк и безумие. Ну, насчет безумия, я, конечно, согласен, но насчет цирка вряд ли. Потому что, ну, Михаил Никитин явно тут не шутки шутить пришел, он тут с конкретной целью. Она, конечно, не нравится многим, но он не исследует, не придерживаются. Ааа, ты понял, ты понял? Да. 21-летие, именно эти команды бились за команды и чемпионства, они, наконец-то, признают друг друга. Ребята, ну, что это? Ну, это же великолепно. это... Блин, я не могу, это... Аааа, как же это хорошо, я не могу, у меня... У меня просто сердце медом обливается, как мне это нравится. Я не признаю только командных чемпионов. Ты мог бы когда-нибудь вообще себе представить, что эти четверо будут стоять вот так вот и держать друг в другу руки? Знаешь, я считаю, что роль общего врага в том числе несколько сыграла в этом определенную роль, если можно так сказать, образ общего врага в лице охоты. Посмотрим, неужели Fashion Sexy Boys Шамиль и Хадахан будут противостоять охоте? это фотка на рабочий стол компьютера. Это фотка на рабочий стол. Ой, красота, ля какие, ля какие разлеглись. Ой, я не могу, вообще супер. Я безумно рад, мне безумно приятно видеть то, что я сейчас вижу и мне нравится, что именно на этом наш выпуск и завершается. Я тоже безумно рад, большое спасибо, что были с нами этим вечером. Для вас работал ряд комментаторов Яна Гнатов, Евгений Кояшов. Большое спасибо, что были с нами. Смотрите рестлинг, живите рестлингом, а дальше будет только интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова